Президент США Джо Байден может выйти из предвыборной гонки. А союзники вице-президента Камалы Харрис якобы уже начали искать финансовую поддержку для ее потенциального участия в выборах. Возможно ли победа демократов, если Байден действительно примет такое решение? И как это отразится на войне в Украине, разбираемся в этом видео. Информация о том, что Джо Байден все-таки может сняться с выборов, все чаще появляется в западных медиа. Намекнул на это, как пишет The Washington Post и Барак Обама. По его мнению, шанс Байдена победить существенно снизился. Последние опросы показали, что почти 80% демократов готовы одобрить кандидатуру Камалы Харрис. Смогут ли они выиграть выборы при таких перестановках? Аналитики считают, что вряд ли. Ведь даже несмотря на возраст Байдена, он пользуется популярностью среди сторонников демократической партии. Весь этот скандал, нерезбериха по поводу кандидатуры Байдена действительно плохо повлиял на имидж демократической партии. Я думаю, что надо все-таки недооценивать то, что Байден действительно имеет некую способность привлекать избирателей, достучаться до избирателей, которые не любят других демократов, которые считают других демократов, возможно, через чур, как говорится, волк, через чур мягкими. В то же время вероятная смена Байдена не означает, что Дональд Трамп сможет расслабиться. Политологи уверены, будет борьба. Ведь ранее республиканцы строили свою кампанию на противопоставлении Байдена и Трампа. И им придется менять свою стратегию. А если будет другой кандидат, более молодой кандидат, который ближе, скажем так, к традиционным группам избирателей демократической партии, ну, это дает шансы демократической партии и ее кандидату побороться за победу. Идет также борьба за контроль над Конгрессом. В частности, демократы надеются, что им удастся все-таки добиться победы на выборах в Нижнюю палату. А что же ждет Украину, если кандидат от демократической партии будет иным? Здесь эксперты единодушны. Тема поддержки Киева останется одной из базовых во внешнеполитическом блоке предвыборной программы демократов. В то время как у республиканцев ни Украина, ни Россия не упоминаются. Правда, не внешняя политика влияет на результаты выборов в США. Как правило, внутренние проблемы. Но, тем не менее, это принципиальные позиции партии. И вопрос поддержки Украины, он не связан с личностью только Байдена. Если будет другой кандидат, Камала Харрис, например, я не ожидаю каких-то серьезных изменений. Для демократов все-таки им выгодно показать, что они старомодная американская партия. Что они те, которые готовы защищать демократии по всему миру. То есть, да, я думаю, что если в крайнем случае, даже, возможно, другой кандидат бы взял даже более четкую позицию по поводу помощи Украине. Действительно, нерешительность Джо Байдена в российско-украинской войне рьяно критикуют, в том числе и Трамп. То, что говорит Трамп по поводу того, что политика Байдена, его подход к Украине привел к большим жертвам. Ну, вот к жертвам, которые он мог бы, собственно, предотвратить. Хотя этот аргумент очень такой, ну, имеет очень много проблем. С другой стороны, он является убедительным, возможно, для многих американцев. В то время, пока дальнейший ход выборов США остается неясным, офис украинского президента пытается просчитать все сценарии. Владимир Зеленский заявил, что готов сотрудничать с любым, кто будет при власти в США. Но в то же время взаимодействие с Трампом он назвал тяжелой работой. Трамп, ну, как мы все знаем, он очень непредсказуемый. Есть такая сильная вероятность, что он заставит Украину договориться. То есть для него вот сражение между относительно демократической страной с одной страной и не демократической, а авторитарной страной-агрессором. Такое сражение не является некой святой борьбы, которую надо продолжить обязательно. Уже после первого телефонного разговора с Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах он положит конец войне в Украине. Но подчеркнул, что произойдет это именно через переговоры. Я не думаю, что это будут переговоры на российских условиях, потому что это выглядело бы как поражение Соединенных Штатов. И Трамп это понимает. И, судя по всему, он будет предлагать сценарий самый простой. Это просто прекращение военных действий по линии фронта. Ну и договоренности по ряд других моментов. Но там, где тупиковая ситуация, их просто не будут принимать во внимание. В частности, статус оккупированных территорий. Эксперты считают, что Трамп вряд ли пойдет на абсолютную отмену военной помощи Украине. И ведь ему близок статус Америки как лидера на глобальной арене. А прекращение поддержки может негативно повлиять на этот имидж. В то же время, по мнению аналитиков, формат этой помощи, вероятно, изменится. Как один из вариантов, она больше не будет бесплатной. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях, делитесь этим видео с друзьями. И подписывайтесь на наш YouTube и Telegram каналы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok